Всем привет! Сегодня я хочу вам показать очень простой базовый макияж, который можно делать ежедневно. Занимает это все буквально, ну, самый максимум 15 минут. И такой макияж под силу как совсем новичкам, так и, естественно, уже более продвинутым. И еще один приятный бонус. Полностью весь макияж выполнен косметикой из масс-маркета, то есть она очень доступна. Поэтому продолжайте смотреть, я вам шаг за шагом расскажу, как сделать этот макияж. Первое, что я буду делать, это наносить базу на все подвижное и неподвижное веко. Для этого я буду использовать мак Pro Longwear Paint Pot в оттенке Soft Ochre. Для этих теней я очень рекомендую использовать какого-то рода базу. Вы можете использовать цветную, можете использовать просто прозрачную, но лучше сделать вот такой вот более липкий слой перед нанесением теней. Тогда тени лучше себя проявят. Конкретно эти тени от Vivienne Sabo, которые я буду сейчас использовать. Теперь беру эту палетку от Vivienne Sabo, которая только что говорила, она идет под номером 33. И изначально я беру светлый оттенок и наношу его на центр века. В основном этот оттенок держу именно по центру и совсем легко захожу направо и налево. Теперь беру растушевочную кисть и вот так вот я нанесла оттенок с одной стороны этой кисти. И прикладываю ее изначально во внешний уголок глаза, вот таким вот образом. А также во внутренний уголок глаза. Во внутреннем уголке глаза уже интенсивность будет меньше, потому что изначально мы сюда приложили кисть. И это именно то, что нам и нужно. Здесь уже получается более такой мягкий оттенок. И теперь соединяем это все. То есть внешний и внутренний уголок глаза соединяем. И растушевываем тени. И я надеюсь, что вам видно, что эти тени отлично подходят именно для такого базового дневного макияжа. Потому что они не броские, но в то же время отлично выделяют глаза. Если вам кажется, что интенсивности маловато, всегда можно добавить еще несколько слоев. Я вот буквально совсем слегка еще пройдусь во внешнем уголке глаза. Во внутреннем уже добавлять не буду, потому что мне кажется, что этого уже достаточно. Теперь беру маленькую кисть. Нанесла тот же коричневый оттенок. И здесь вообще не нужно давить на кисть. Потому что если вы будете давить на кисть, у вас получится очень тонкая такая детальная линия. А вам нужна тушевка. Поэтому я еле-еле буквально прикасаюсь к кисти. Мы уже практически закончили с тенями. Последний штрих. Буквально немножко вот этого вот светлого жемчужного оттенка во внутренний уголок глаза. Но здесь не перестарайтесь, потому что основной акцент у нас именно на середине века. Как я и сказала, с тенями это все. Если вы не представляете свой дневной макияж без стрелок, то можете добавить сюда какую-то стрелочку коричневого оттенка. Будет отлично смотреться. Я же сделаю еще проще. Я возьму карандаш коричневого оттенка и пройдусь им по слизистой. И совсем чуть-чуть вот здесь вот сверху в ресницах. Для того, чтобы сделать их немножко более выразительными и густыми. И для того, чтобы закончить этот макияж, все, что мне осталось делать, это только накрасить ресницы. Я буду красить и верхние, и нижние ресницы. И как только это сделаю, сразу же вернусь к вам. Ресницы я накрасила, и макияж глаз на этом полностью закончен. Продолжайте смотреть, и я расскажу вам, что я использовала на остальном лице. На лице у меня сегодня тональная основа от Max Factor. Это конкретно Miracle Match. И оттенок у меня 45-й. Под глазами я сегодня использовала вот такой вот увлажняющий консилер. Это Bourjois Radiance Reveal. И оттенок у меня 02 Beige. Все это дело я закрепила компактной пудрой от Rimmel. Lesson Finish. И оттенок у меня в этой пудре 3-й, Silky Beige. Что касается щек, то здесь у меня только два продукта. Первый это бронзер от NYC в оттенке Sunny. Абсолютно обычно нанесла его на щеки. И дальше я тоже освежила лицо с помощью вот таких вот румян от Milani. Эти в оттенке Luminosa. И что касается нанесения этих румян, то здесь я поделюсь с вами одной фишкой. Если вы хотите, чтобы румяна выглядели очень естественно, и просто освежали лицо, но в то же время не было видно, что у вас нанесены румяна, возьмите довольно пушистую кисть, несколько раз макните ее в румяна, а потом вот макните ее вот сюда, вот в эту часть руки, вот несколько раз, и после этого уже наносите на щеки. Таким образом эффект получается очень деликатный, но очень классный. На губы я нанесла только одну помаду. Это помада от Wet n Wild в оттенке Just Peachy. И так как весь этот макияж должен быть очень простым, то на бровях я использовала тоже только один продукт, это тонирующий гель для бровей. У меня от Bourjois называется Brow Design. И это именно тонирующий гель, это не закрепляющий гель. То есть он не будет укладывать ваши брови, он создан для того, чтобы их сугубо тонировать. И этот оттенок у меня Chateau, он для меня немножко все-таки темноват, я бы взяла посветлее, но в то же время мне кажется, что после того, как его растушевала я, он не выглядит слишком броско у меня на бровях. Вот и все, я очень надеюсь, что вам этот макияж понравился. Для меня это сейчас повседневный макияж на протяжении уже, наверное, последнего месяца. Очень быстро получается его делать, и в то же время выглядит всегда очень хорошо. Если вам это видео понравилось, не забудьте поставить палец вверх, подпишитесь на мой канал, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Теперь мне осталось здесь только как бы накрасить еще ресницы. Уоли они уже накрашены, в принципе. Но здесь еще очень важно накрасить и нижние ресницы, для того, чтобы вот эта тушевка частично под ними скрылась и выглядела более эффектно. По тюбику может создаться впечатление, что это обычный праймер для ресниц, который выглядит как белая тушь, но на самом деле это абсолютно другой продукт. Продолжение следует...